Доброе заседание. Первое в начавшемся лесопостном году. И согласно полученной вами рассылке, мы принимаем сегодня в нашем семинаре Татьяну Изольевну Дизнук с докладом про легоменные игротехники или отторжения классики. Ну, какими вступительными словами я бы предварил этот доклад? Всем традиционным посетителям нашего семинара понятно, что, как выражались в эпоху марксизма, появление Татьяны Изольевны в нашем семинаре – это не случайность, а закономерность. Имеет место уже такая устоявшаяся линия нашего научного сотрудничества. Я помню, когда начиналась наша Татьяна Изольевна переписка по поводу вот этого ее доклада, Татьяна Изольевна заметила даже, что она каждый январь у нас появляется. Ну что же, будем считать, что так – это календарные веки. А по существу я бы сказал, что серия докладов Татьяны Изольевны показывает вот определенную такую свою линию развития, эволюцию для нас весьма интересную. Насколько мне помнится, сейчас третье выступление у нас. И первое было у сугубого русской трансперсональной психологии. Здесь Татьяна Изольевна уже давно подвязается в этом исследовательском поле. У нее здесь и известные работы, и организационная определенная активность. И при первом ее докладе излагались ее позиции в рамках трансперсональной психологии. Хорошо, слушателям известно, что это не за направление. Но после этого второй доклад был в ином русле. Он был как раз вот по той таинственной вещи, которая обозначается неологизмом самой Татьяны Изольевны. Второй доклад был по поводу игра техники. Это развиваемое ей также уже порядочное время направление лежит скорее в русле, я бы сказал, известнейшего российского методологического движения. Здесь вспоминаются знаменитые ОДИ, организационно-деятельностные игры, и многое иное, что у нас ассоциируется с методологическим движением. Это уже нечто другое. И, наконец, вот сейчас, третье, опять, никуда от марксистских стереотипов упрощенного гигиензианства не уйти. Уйти, увы, если первые два доклада были тезис и антифезис, то сейчас в третьем докладе, как можно видеть по его разослой аннотации, не самый несомненный синтез. Здесь предполагается сначала поговорить про трансперсональную психологию, потом про игра технику, и, наконец, сквозь все это прочертить некое собственное оригинальное направление. Ну, на этом традиционном языке, слишком традиционном мы сегодня не очень любим разговаривать, можно сказать, современнее. Татьяна Изольдовна, как можно отсюда видеть, разрабатывает интерфейс. Вот это уже куда более приемлемая сегодняшнему слуху словечко. Интерфейс трансперсональной психологии и принципов и методик методологического движения. Не очень понятно, что эти два научных поля обладают таковым интерфейсом, поэтому здесь есть уже сразу явная интрига, есть свой такой заявленный импульс выстроить из этих двух, находчивая этих двух далеко, заведомо далеко от стоящих друг от друга научных полей, выстроить некое цельное направление, которое сочетало бы, вот здесь из последнего раздела, этой краткой аннотации видно, что предполагается действительно нетривиальное сочетание того и другого. Методология интегративной психологии. Ну, интегративная психология – это одно из слов, в которых трансперсональная психология себя любит украшать, вот, а методология – это, соответственно, методологические, эпистемологические задачи, и вот мы сегодня, и я надеюсь, услышим и поймем, каким образом все это сочетаемо. И, как я понимаю, вот именно сочетание этих двух проблематиков, двух далеко друг от друга от стоящих научных руслов и составляет новое оригинальное направление, уже которое никому, кроме как самой Татьяны Изольевны, и не возведешь. Вот любопытно это услышать. И я с удовольствием предоставляю слово. Спасибо.